Ребята, всем привет! Уху! Сегодня мы вам поведаем очень и очень интересную историю про то, как мы купили тачку. Мы просто решили подать заявку на кредит. Мы просто для прикола решили подать заявку на кредит. Короче, мы тут сидели вечерочком и решили, почему бы не купить Chevrolet Tahoe, да, за сколько-нибудь. И в итоге Анюта, индивидуальный предприниматель, отправляет заявку. Левый телефон, обратите внимание. Ей одобрили 2 миллиона 400 тысяч. Нужно иметь при себе паспорт, второй документ. Ну, там удостоверяющая личность, справку о доходе и сумму первого взноса. То есть мне нужно иметь 600 тысяч первоначального взноса. И я могу купить машину только в автосалоне, получается, при первом взносе. Я подал такую же заявку. Я, кстати, подал заявку на 1,7 миллиона, по-моему. Они мне одобрили 2 миллиона. Сказали, купите, короче, где хотите, не обязательно в автосалоне. Клистического лица, получите карту и подпишите кредитный договор. То есть у тебя на карте будет 2 миллиона. Ставка 1,9%. 10. Плюс ко всему прикол заключается в том, что... Надеюсь, здесь написано-то про вот... А, вот. В случае, если в течение 30 дней я не поставлю автомобиль в залог, ставка увеличится до 20%. А у меня 16,3%. А у Анюты сразу 16,3%. То есть я не понимаю, я могу просто тупо не ставить машину. И тут вот обязательное условие. Просто водительское удостоверение, залог кредитного автомобиля, стоимость авто не меньше 80% от суммы кредита. То есть 20% я могу еще просто закутить. Ну, просто вот как всегда. Ну, что за несправедливость? Роман, кредитный царь. Смотрите, вот так выглядит белый человек с отличной кредитной историей. А вот так выглядит говняный человек, который, сука, ИПшник, который решил что-то мутить. Вот поэтому мне не дают, потому что я ИПшник. ИПшник хуже проститутки. Буквально на следующий день нам позвонил мутный тип с кортавым голосом. И я всегда не понимаю только одного. Если ты работаешь в колл-центре и кортавишь, какого хрена ты работаешь в колл-центре? Исходить из страховки самому минимальную, хотя бы я вам 700 раз не делал здесь, чтобы вы обезопасны себя, сомнение, сомнение, сомнение. Вот, все видно? Да. Тогда идем дальше. Вперед. На нашем дополнительном рабочем телефоне у вас имеется? Да нет. Ничего не видно, хорошо. И рабочих нет у вас? Нет. Автоматом памяти на телефон у вас есть? Нет, у меня одного пытается. Понял, не, ну просто у многих бывает, у многих людей, кто не работает, у нас же едут. Я в меньшинстве. Понял. Сейчас, минуту, подождите, сейчас продолжу. Сейчас скажу, в таком случае, минуту. Да ладно. Ей богу, он опрашивал меня минут 50, наверное. Это было чертовой пыткой, потому что... Сначала он опрашивал минут 20, 25, мы все рассказали, то да и все, там, то есть все данные. И он в какой-то момент говорит, ничего не сохранилось. Все сбилось, программка слетела. Сейчас, подождите, мы на Шевроле, на Томпе. В Шевроле, да потом? Да, хо. Да, хо, это, наверное. Да. Мне так звучит, мне кажется, потому что мне так звучит. Это как американские дома, что мы тут смотрим. Ну, Шевроле, это американская фирма. Это лучший работник колл-центра в мире, скорее всего. Да, и потом еще, получается, минут 20, 25 мы вот это вот все рассказывали, слушали. И в итоге нам пришло одобрение. Мы хотели Шевроле Таха, мы получили, нам все одобрили. Мы прошли этот чудо-разговор, мы его с достоинством выдержали. И вот мы в банке. А вы что, где-то крепало. Выглядит просто, ребят, вы когда-нибудь видели банки. И вот наши. Это необычно. Но с другой стороны. Зато дают. Сейчас вот увидят, потому что мы больше не дадим. Все, так. Это вкусно. Здравствуйте. Немн 1,40, удачно. Это пиздец. Мы этот кредит вот так вот зубами вырвали. Нам его уже просто вот. Ну, вот грубо говоря, уже прям вот сказали, что идите нахер. Так и сказали. Я уже, если честно, думала, думаю, ну и пойдем. Мы его получили. Мы. Купим Аскалейда сейчас. И в залог его не пустим. И в залог его не пустим. На следующий день мы получили этот кредит. Мы очень боялись то, что где-то есть подвох. Но в итоге мы его получили. И поехали в Москву. Ну что, ребят, мы не уехали из Краснодара. Мы не добрались до Москвы. Мы приехали в салон Вольво. И увидели... Да, увидели не этот автомобиль наш. Не наш, как постоянно не задается. Мы увидели вот такой прекрасный Кадиллак. Мне кажется, он нам, конечно, очень сильно подходит. Но он слишком дорогой. У нас немножко... Он охуенный. И у нас есть столько денег, если будь захотеть. Вот он, наш красавчик. И мы долго-долго искали ВИН-номер. И так его и не нашли. И поэтому получается, что это происки судьбы. Возможно, это означает то, что... Ну, не судьба. Проснулись мы очень рано. Часа три, по-моему, ночи. Или утра, как сказать. И поехали в Москву. Потому что варианты автомобиля были только в Москве. Или в Санкт-Петербурге. Но так как до Питера ехать дальше, и в Москве больше вариантов, мы решили остановиться на Москве. До Москвы ехать 16 часов, поэтому мы выехали так рано. Мы хотели в этот же день успеть что-то посмотреть. И, может быть, даже купить. И отправиться домой. Мы очень быстрые. Доброе утро, мои родные люди. Как там Верочка прежняя? Время 2 часа 58 минут ночи. Мы выдвигаемся в Москву в Шиприк. Я вчера засыпала, кстати, и думала... Господи, там такой большой город. Такая, там, суматоха. Да, все мозги выдрочат. Вонючая эта Москва. И мы деревню нашу любим. Наши деревни спокойно, по-доброму. И котики вон везде бегают. И курочки. Да. Вот едем в город. Все, навигатор показывает 13 часов 16 минут. Но на самом деле, скорее всего, будет дольше. Ну, что ж, вперед. С успехом. Эхэхэй, Русь. Русью пахнет. Русью пахнет. Мы в Тульской области. Мы в Тульской области. Что мы тут делаем? Мы едем в Москву. Ну, мы все такие конченные люди вообще, знаете. Вы знали? Да. Аккуратно нянет говно. Если вы не знали, то, знаете, потому что сегодня несколько человек моргали фарами. Какие-то агрессивные, непонятные люди. И это же не так, что мы в левой полосе едем 90 км в час. Мы нормально едем. Мощная автомашина. Диально, вот просто и все с московскими номерами. Да, вот про это. Ну, от хорошей жизни люди так ведь себя не ведут. То есть, грубо говоря, он недовольный, постоянно стресс, постоянно, может быть, даже суицидальные мысли. И вот в итоге все это выливается в нервозность и агрессивное поведение. Остается только пожалеть. А тем временем Анюта устроила здесь настоящий вагон-плацкарт. Да, хочу отчего все деньги в машину новую. Поэтому денег нет. Пытаемся все, что Бог послал. Анют, ты, может быть, не в курсе, но яйца вообще-то стоят нифига не дешево. На 110. Я, может быть, у штуру убрала. Сама естества. Да. Короче, ребят, все, нам осталось 260 километров. Ну что, мы заселились в номер. Называется Russian Style. Yes. You understand? Вот. Вот такой номерочек. 3 900 стоит. О, Господи. За Кёртиса еще заплатили тысячонку. Такс. Что-то желтенькое. Ну ладно. Не прям чисто-чисто, но нормально. Нормально. Пойдет. Даже чаек есть. Всем привет. И это снова я. Мы находимся в Москве. Москва. 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 Русь. Русь. Русью пахнет. Чувствуешь? Здесь везде все русское. Русь. Не, номер справились ради, по-моему, вообще мое почтение. Ну, то есть, понятное дело, не царские пенаты, но, во-первых, это Москва и это 4 000. Это дешево. Это пи***ц как дешево. Во-вторых, сюда пускают с собакой. С собакой обычно никуда, кроме мусорного контейнера, не пускают. А тут, как минимум, есть кровать. Да и вообще все такое достаточно чистенькое, какое-то уютненькое. Вот такой вот у нас, значит, номер. Бл***ь, как открыть, это непонятно. Вот такой у нас, вид. Ну, что, типичный московский вид. Но недолго музычка играла. Была обнаружена вот здесь плесень, была обнаружена вот здесь плесень, хотя сам краник вполне себе неплохой. Унитаз тоже неплохой. Проходим дальше. Одеваю свою белую кожаную перчаточку. Это очень важно. Я очень люблю перед сном послушать радио. Итак, что мы тут видим? Мы видим тут пыль. Давай проверим постельное. Только что чуть ли Анитя на айфон не ушел в прошлое. Ну, да смотри. Я не вижу спермы на белом постельном белье. Уже хорошо. Я забронировала гостиницу. Мы остановились. Причем на карте, знаете, смотришь вроде вот гостиница, вот первый этот салон автомобильный, где будет мой автомобиль стоять. И мы, значит, заселились, все нормально. И мы такие сейчас быстренько доскочим до первого салона и быстренько посмотрим автомобиль. По карте в привычных нам масштабах казалось, что ой, да там салон, там можно и пешком пройтись. Да, да, да. Ну, ладно, минут пять на машине проехаться. Я построил маршрут, оказалось, оттуда ехать час. Да, там километром двадцать что ли. Там рядышком все было. Казалось, что рядышком. Оказывается, нихрена не рядышком. Мы приехали смотреть эту чертову первую машину и она дроволет. как-то чувствительно походцем. Мы, конечно, как бы смотрели, если честно, не прям дорогие машины. Ну, не прям по низу рынка, выше низа рынка, но мы думали, будет получше, и мы посмотрели и решили, что нет. Сейчас, вечером. Просто вечером сигналится. С виденой отжорченной кловой весело. Просто, а это, блядь, сейчас как орнёт. Закрывай эту дверь, пожалуйста. Она орёт, когда дверь открывается, по ходу дела. Ну, вот, видишь? Ну, пиздец, смотри, на стакане. Консультанты, вот, москве. Как капотик крутили, просто здесь люто. Какие-то гаражмастера, это сто процентов. Ещё и плюс ко всему консультанты, консультант вот именно в этом автосалоне, но и не только в этом, они все такие почти, общался очень надоменно. Типа, ой, вы пришли, да, ну, щас, мне, конечно, очень лень вставать. И мне прикалывает, что мы смотрим, а он сидит, блядь, мы сейчас на учреждении, и не даёт, можно сказать, смотреть. Я это думаю, очень хорошо, пока пускай не будет. Тут крышечки нету, следы удара, и тут, видишь, внутри контент. Ну, не срям морда бить, да? Ну да, как бы вроде, блядь, не прям сидишь. Не, ну, жалуй, пиздец, жалуй. Водительское сиденье ты смотрел? Нет. Надо его выгонять тогда. Да, и мы решили ехать в следующий автосалон, потому что время было часов 7 вечера, мы думали, что мы как раз успеем, и следующий автосалон был вообще на другом конце Москвы. И до него ехать было два с лишним часа. Да.